Сегодня 19 мая. 19 мая 1703 года по Волге мимо Самары проследовало судно. На его борту находился голландский живописец Корнелли де Брюин. Вплоть до села Ширяево барка с путешественником на борту не останавливалась. О Жигулевских горах он писал так. «Утром мы увидели горы, из которых от ней покрыты сосновым лесом, явление которого мы до сих пор не встречали». Любознательный голландец записал местные легенды о царевом кургане и подробно зарисовал саму достопримечательность. Бруину очень повезло. Он был последним из путешественников, кто видел еще уцелевшие остатки старинной самарской крепости. Буквально через 2-3 дня в Самаре случился сильнейший пожар. Огонь уничтожил почти все деревянные строения. День 19 мая 1880 года удачно сложился для австрийского предпринимателя Альфреда фон Вакана. Он выбрал место для своего завода на берегу Волги и утвердил план первых построек. Украшением его большой империи стал двухэтажный особняк с жилым чердаком, с трехэтажной башней и балконом. Самарцы называли его «Вакановским теремом» или «Домом директора». Фасад шикарного особняка украшала мраморная женская фигура на специальном кронштейне и родовой герб фон Вакана. Нижний этаж дома занимали хозяйственные помещения и кухня. На верхнем располагались комнаты для большой семьи хозяина. О том, что пионер всем ребятам пример, заявили на всю страну 19 мая 1922 года. Именно эта дата стала днем рождения детской организации юных пионеров. В свое время День пионерии был одним из самых больших детских праздников с обязательным пионерским парадом, торжественной линейкой, посвящением в ряды пионерской организации пионерскими кострами. Таким он и запомнился тем миллионам мальчишек и девчонок, кто носил на груди красный галстук. В день рождения пионерской организации 19 мая 1930 года родился запомнившийся своему зрителю вечно молодым актер Леонид Харитонов. В 50-е годы он играл своих современников. Лучшие стороны его комедийного таланта раскрылись солдате Иване Бровкине. 19 мая в 1907 году на свет появился тот, кто знал толк в искусстве подачи информации, в том числе сказочной, Николай Литвинов. Он начал работать на радио в 1932 году. Знаменитое литвиновское прочтение «Золотого ключика» сделало его любимцем пап, мам, бабушек, дедушек и, конечно, самых маленьких слушателей. 19 мая 1932 года родилась Майя Булгакова, народная артистка России, сыгравшая во многих известных кинолентах. «В огне брода нет», «Варьки на земля», «Преступление и наказание». С днем рождения сегодня поздравляют Александра Пескова, популярного актера театра и кино. Он родился в Куйбышевской области в Сызрани. Именинники дня Денис, Мария, Марфа и Тамара. 19 мая день русской печи. При слове «печка» становится как-то сразу тепло и уютно. Вспоминаются старые сказки про Емелю, бабу-югу богатыря Илья Муромца. История русской печи насчитывает не один десяток веков. Печь занимала самое важное место в доме. Она и кормила, и грела, и лечила, и, конечно, на ней спали. Полежать на печи всем было по нраву, но по праву место на ней принадлежало старикам и детям. Молодым давали наставление – корми деда на печи, сам там будешь. Сейчас печи обрели другой облик, но по-прежнему популярны во многих домах. Хорошего дня, продолжим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok